Всем привет, бонжур, хэллоу! Мы открываем пятый сезон нескучных новостей Монреаля. Рада вас видеть, как выросли-то за лето, загорели, отдохнули. Представляем вам калейдоскоп лета 2019, хотя ваши фото с океана все равно лучше. А начнем мы очень серьезно, без шуточек. Представляем вам привет, бонжур, хэллоу как серьезный медиапортал. У нас теперь есть свой сайт, и мы очень хотим, чтобы он стал и вашим. На нашем сайте вы всегда узнаете последние новости, и канадские, и мировые, и наши местечковые. Всего, что бесплатно в Монреале и Канаде. Вы же любите все фри. Узнаете новинки стиля, модных показов и новинки кино. Продолжаем разговор. Вот за лето открыли для себя банальность. Все в городе Монреале традиционно и одинаковы, что правильно зовется стабильностью. И никто ж не против, просто участников узнаешь уже, и не только в лицо. Дежавю 2019. Летом Монреаль наверстывает по полной программе все, что в холод упустил. Кто мер с пятой точкой, разогрелся, насмотрелся в тверке на карибском фесте. Хорошее начало лета. И вот так, и даже так. Сегодня в Монреале головокружение и оттверка. Все потому, что идет карибская фиеста. Люди танцуют, поют, обливаются краской и водой, веселятся по полной. Присоединяйтесь. Лучшее средство от тоски. Кто скучал по Радуге? Вот и толерантные, веселые колонны. И премьер с депутатами в одном ряду. Всправедливости ради скажем, что прайд-парад этим летом был скромней. Фриков меньше, лозунгов о правах больше, а многих, примазавшихся к параду ради рекламы, вычеркнули. Не всех, конечно. Зарабатывать надо. То ли дело открытый в этом сезоне пляж в Вердане. Тут и без рекламы оживленно. Отвоевали у реки Сен-Лоран телоспасительное место в жару. Огородили течение камнями, песочек, переодевалки, детям веселье и все в складчину. От правительства Квебека почти 4,5 миллионов. Лично от Монреаля один, ну и сам Вердан влился в 1,6 миллиончиков. Качество воды отслеживают тщательно. И после дождя не-ни. Наконец-то появился городской пляжик. Летом было все. Даже девочки в бикини и в бегуди прямо на площади фестивалей. Все по-домашнему, по-свойски, но прилюдно и потому с восторгом. Мода и дизайн. Из-за скандала с Джерри Апстейн компания Victoria's Secret не участвовала. Но незаменимых не бывает. Ля Виан Ро с той ночью стали дримс для многих. Конечно, парад дружбы. Все нации, живущие в Монреале, прошлись, протанцевали. Но вот редеет количество участников. В этом году не платили коллективам 700 долларов. Потому желающих оказалось в половину меньше. Но это не помешало дружить. К сожалению, сегодня на параде дружбы не было ни России, ни Украины. Из наших была только Молдавия и мой кубанский венок. Привет всем! А тем временем наш самый читающий народ дополнился еще самым пишущим. Хотим вам рассказать подробнее о новых монреальских авторах. Всем привет! Я вижу вас в телефоне. А вы меня? Да, сегодня вся жизнь проходит в соцсетях, гаджетах и телефонах. А если вернуться к началу, давайте все-таки начнем с книги. Классические. Ведь русские люди должны поддерживать статус самой читающей страны в мире. А вот интересно, кто-то еще читает живые, новые, обалденно пахнущие книги? Давайте зайдем, узнаем. А что нынче читают, кроме словарей? Нынче читают все, как и раньше. Все осталось таким же интересным. Читают детективы, романы, историю очень любят, политику, как ни странно. Автор бестселлеров Евгений Водолазкин с новой книгой. Вышел Асфатуров, Мураками и многие другие. Одна из последних новинок, которую мы получили не так давно, это книга «Когда падает небо». Несмотря на то, что она очень маленькая, миниатюрная, но она очень глубокая по содержанию. Здесь, в общем-то, история жизни, эмиграции. Мы, в общем-то, много слышим таких историй. И я думаю, что когда мы будем читать, мы найдем очень-очень много того, что будет созвучно в нашей душе. Смотрите, у меня в руках новинка. Эту книгу написал известный русскоязычный монреалец Мирослав Литвинюк. И хотя имя автора написано на книге, он, тем не менее, решил быть загадкой. А если по секрету, то он просто в отъезде. В русских магазинах книгу можно найти на русском и английском языках. В местных только на английском. Называется «Когда падает небо». Вас ждут невероятные переживания и самые разные повороты судьбы. От первой любви до истории, о которых не принято громко говорить. И вот вам несколько строк. Время пришло. Я хочу поделиться тем, что тревожило душу давно. Будут наполнены эти страницы верностью, болью, надеждой, теплом. В вечном движении все повторится. Только не все возможно вернуть. Даты, события, чувства и лица выйдут из тени. На ваш строгий суд. Читайте, люди. Читайте. Ведь книга – это не просто источник знаний. Для нас, эмигрантов, это возможность поделиться теми чувствами и теми причинами, по которым мы уехали в другую страну. И пусть эмигрантский опыт у всех разный. Всегда хочется прочитать другие истории, подумать, сравнить, сделать выводы. А читать всегда полезно. Не забывайте об этом. Ну и еще новость, которая незаслуженно забыта этим летом. В Монреале прошел тест первый беспилотный автобус. Рискованную идею проверили на монреальцах. И вы не поверите, он так и ездит. Сегодня мы находимся на Олимпийском стадионе, где уже второй месяц проходит тестирование беспилотного автобуса Монреале. С минуты на минуту он здесь появится. И, конечно же, мы его с вами попробуем. В время реального времени можно наблюдать, как автобус подъезжает к нам, либо удаляется. Так, мы находимся здесь. И сейчас мы поедем вот ровно по этому маршруту до рынка Мазаньо. И кто-то влепил жвачку. ПОДПИШИСЬ! 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 По-п TikTok Кто-то вете на планах гонеловатов Он принял П ощерни что-то переплетаешь Почему люди любят ? Они любят гон договори. Feed them skills, кто-то и вы мастернинг Вы считает, что вы должны им перевязать его в Монреалу? Да, конечно. В следующем году он должен вернуться. Субтитры создавал DimaTorzok Бывает, техника подводит. Уже минут 10 автобус стоит. Может быть, надо пойти подтолкнуть? Автобусы починили и, наконец-то, он едет. В следующем году все будет починено, все будет отлажено, работать на 100%. И говорят, это поможет разгрузить инфраструктуру города на 45%. На этом, друзья, все. Не забывайте про наш сайт, подписывайтесь. Всем добра. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok